Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в Доме Знаний. Тема нашего вебинара – Даниэль Дефо – «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза». С этой темой вы познакомились во время просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. Сегодня на вебинаре мы еще раз поговорим на эту тему. После просмотра уроков нам поступили вопросы, на которые я отвечу в ходе вебинара. Итак, Даниэль Дефо родился в 1660 году в Лондоне в семье Джемса Фо – торговца мяса. Впоследствии свою фамилию писатель изменил на Дефо. Интересы семьи, в которой рос Даниэль, составляли торговля и религия. Отец Даниэля, заметив его исключительные способности, отдал мальчика в школу, готовившую священников для Пуританской церкви. Всю жизнь Дефо оставался предприимчивым коммерсантом. В качестве торгового агента много путешествовал по Европе, особенно долго пробыл в Испании и Португалии. Принимал участие в политической жизни своей эпохи. Постепенно Дефо отошел от торговли и погрузился в политические события эпохи. Он писал и издавал сатирические произведения, в которых едко высмеивал власть. За это был арестован и даже стоял у позорного столба. Но люди несли на площадь цветы и рукоплескали писателю. Свой первый роман «Робинзон Крузо» писатель издал в 59 лет. К этому времени он был уже известной фигурой в литературной и политической жизни Лондона. Прославленный роман раскупили мгновенно и понадобились новые издания. В течение одного только 1719 года роман издавался четыре раза. Его продолжали печатать и в следующие годы. Дефо, чуткий к интересам публики, написал и продолжение книги «Еще два тома». Всего Даниэлем Дефо написано более 250 произведений разных жанров. От стихотворений и поэм до крупных романов. Но по-настоящему известным его сделал роман о приключениях Робинзона. В основу сюжета романа, обусловленного растущим интересом англичан к путешествиям и географическим открытиям, легло действительное событие – пребывание шотландского матроса Александра Селькирка на необитаемом острове в течение четырех лет. С 1704 по 1708 год. В 1712 году в Лондоне была напечатана брошюра «Превратности судьбы или удивительные приключения Александра Селькирка», написанной им самим. В ней указывалось о пребывании шотландского матроса на необитаемом острове в Тихом океане в течение четырех лет, «Куда он высадился после ссоры с капитаном с небольшим запасом оружия и провизии». Этот человек и стал литературным прототипом Робинзона Круза. Прототип – это действительное лицо, которое послужило источником для создания литературного образа. Конечно, Дефо многое изменил в истории Селькирка, заставив своего героя прожить на острове 28 лет, но выдумка оказалась убедительнее правды. Реальная история о человеке, прожившем несколько лет в изоляции на Диком острове, получила переосмысление, показала неисчерпаемые возможности человека. Сюжет романа «Робинзон Круза» распадается на две части. Первую часть составляют события, связанные с приключениями легкомысленного сумасбродного юноша, который сбежал из родительского дома. Не из любви к морским странствиям, а из-за желания быстро разбогатеть. И богатство не раз попадает ему в руки, но быстро исчезает. Во время одного из морских рейсов, корабль, на котором плыл Робинзон, терпит крушение, Робинзон переживает страшное потрясение, поняв, что ему единственному удалось спастись, и что остров, до которого он смог доплыть, необитаемый. Вторая, центральная часть романа рассказывает о пребывании героя на необитаемом острове. «Робинзон Круза» Четырех человек Объявил себя его правителем. Прожив на острове 28 лет, Робинзон снова возвращается в Англию. Его доставляют туда на своем корабле, спасенный Робинзоном от взбунтовавшихся матросов капитан. Писатель говорил, что изобразил в Робинзоне самого себя, свою жизнь. Но не только. Удивительные приключения героя на необитаемом острове – это и рассказ о том, как человек борется за существование, как усердно трудится, преодолевая страх, бессилие, отчаяние, как сила духа спасает его. Вот почему роман о Робинзоне стал одной из самых любимых книг для многих поколений. Роман вызвал множество подражаний, получивших название «Робинзонад». В них изображалась жизнь людей, оказавшихся по каким-то причинам вне человеческого общества. Сюжетный стержень Робинзонады – это борьба человека и природы. Жанр Робинзонады получил развитие и в литературе XIX-XX веков. Какие же произведения относятся к этому жанру? Наиболее талантливой Робинзонадой XIX века стал роман Жюля Верна «Таинственный остров». Среди Робинзонад XX века можно назвать рассказ «Остафьево» «Васюткино озеро». Современный толковый словарь русского языка Ефремовой определяет слово Робинзонада как путешествие или жизнь в одиночестве, вдали от цивилизации, обычно сопровождающиеся различного рода приключениями. Слово Робинзон сегодня тоже стало нарицательным. Так называют человека, вынужденного жить вдали от людей и добывать все необходимое для жизни своим трудом. Так чему же нас учит роман Даниэля Дефо «Робинзон Круза»? Эта книга, ребята, одна из самых оптимистичных и позитивных литературных сочинений, повествующая о человеке, сумевшем выжить в тяжелых условиях и не потерявшем при этом лучших человеческих качеств – трудолюбия, храбрости, стремления к познанию, о человеке, не потерявшем совестливости, доброты, выдержки, а также силы воли. Именно этим качеством учит читателей книга Дефо о замечательном Робинзоне. На этом все. Рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре в Доме знаний. Субтитры создавал DimaTorzok